Около тысячи человек пришли в храм к полуночи, чтобы стать участниками самой торжественной в году литургии, посвященной главному христианскому празднику – Пасхе. До полуночи все в храме напоминало о скорбных днях Страстной недели. Звучат последние Великопостные молитвы. В Священном Писании не указано, в какое время Христос воскрес из мёртвых, поэтому церковь по традиции начинает праздновать в полночь крестным ходом. Совершив круг, в процессе останавливается у закрытых дверей храма. Благочинный церквей Щелковского округа претерей Андрей Ковальчук многократно восклицает о воскрешении Христа. И тут же слышат в ответ. Паристин воскресе! Паристин воскресе! Люди снова устремляются в храм, но он уже другой, светлый и праздничный. В самом торжественном пасхальном богослужении задействованы все священнослужители Троицкого собора во главе с Благочинным церквей Щелковского округа. Праздничное пасхальное заутреннее проходит в Щелковском соборе Святой Троицы. Люди пришли сюда с каким-то особенным настроением. В ожидании чуда, и оно свершилось в полночь, Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ. Люди восклицают и делают это многократно. Христос воскресе! Для нас, христиан, верующих в Иисуса Христа, важно то, что Он сделал на земле. Он пришел для того, чтобы нас спасти. И одно из дел Его спасения явилось воскресение из мертвых. Он победил в себе самому смерть, преодолел смерть, будучи живым Богом, который есть в вечной жизни. В ночной тишине слышен пасхальный тропарь, наполняющий радостью сердца прихожан. Христос воскресе! И восторг, и все. Ждали бы целый год воистину воскресе. Я пришел с хорошим настроем, с хорошим настроением, что вот такой замечательный праздник. Водушевляет, напутствует на какие-то совершения. Для меня и опыт, и просто впечатление огромное остается после этого. И это атмосфера очень особенная в этот день. Обновление, начало новой жизни. Как бы вот, вы знаете, вот мы ждали этого, ждали. Весна наступает, Христос воскрес. Это наша вера. Я считаю, что мы должны верить, поддерживать. Это самое главное, наверное, что у нас есть. Объяснять нашим детям, что это такое, рассказывать. И пасхальная ночь, ну, это очень самый великий и большой, наверное, праздник для нас, для всех наших христиан. Пасхальное воскресенье – только начало торжеств. Предстоящие 40 дней до праздника Вознесения верующие будут прославлять воскресшего Христа. Михаил Налетов, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».